Я спрашиваю, что случилось. Я его просил несколько раз нормально. Он не перепарковал свою машину. Словесная перебранка превратилась в дворовую драку. Брат Эльвиры, приехав к ней в гости, оставил машину на месте, которая якобы принадлежит соседу. По словам женщины, эту стоянку всеместные вообще обходят стороной. Но тем воскресным вечером двор был забит автомобилями. Места для целой машины, но им не хватило места, как они говорят, припарковаться. Вот территория задетонирована, и они все это закрывают колесами, чтобы на их место никто не парковался. Только приезжие могут по незнанию как-то припарковаться, но потом у них тоже бывают проблемы. В результате потасовки брат получил ушибы и сильнейший удар в глаз, говорит Эльвира. Все побои позже зафиксировали врачи. А после непродолжительной схватки сосед скрылся. За происходящим наблюдал его отец. Ударь меня в ответ. Почему вы слушаете жен своих? Мы сразу вызвали полицию, потому что без толку разбираться. Он, скорее всего, под алкогольным или даже наркотическим опьянением был, потому что неадекватно себя вел. Они могут все делать, им все позволено, а нам даже на них кричать нельзя. Они себя так ведут по-свински. Семья Сафиных живет здесь больше 20 лет. Говорят, сосед уже давно держит в страхе местных жителей. За потасовкой, по их словам, наблюдали многие, но встать на защиту никто не решился. Поговорить сегодня с хозяевами особенного парковочного места женщинам тоже не удалось. Ну, точно дома, знаете. Дома? У нас только что приехал. Я в окно видела. Пока же семья Сафиных просто выжидает. Они надеются, что заявление, которое они написали участковому, поможет в расследовании. Хотят, чтобы в отношении соседа возбудили административное дело. Иначе будут жаловаться в прокуратуру. Ей, реанимацию вызовите вас! Самовольные захваты при домовой территории под личную парковку случай распространен и нередко трагический. Так, житель Казани Алексей Персиянов погиб в результате дворовой драки. Конфликт между двумя семьями возник из-за парковки возле дома. Из-за этого самого места разлад и случился. Столбы и тросы неожиданно появились и на улице Тукая в набережных Челнах. Захват территории под общественную стоянку организовали сами жители. Но согласия у всех соседей не взяли. Отсюда недовольство. Я ругалась, но меня послали кое-куда в результате этой ругани. Посоветовали не вмешиваться сами с усами. Прокуратуре уверяют, что в таких случаях изначально необходимо определить собственника при домовой территории. В случае, если собственник является исполком, то необходимо разрешение исполкома. В случае, если собственник является в ТСЖ, ЖСК, то это необходимо решение собрания жильцов. При отсутствии такого разрешения это уже является нарушением закона. Жильцам рекомендуют сначала спорные вопросы решать с управляющей компанией, а уже после искать поддержку правоохранительных органов.